Уже половина объектов вложились и несут огромный вклад. И уже идет целенаправленно подготовка спортсменов. Ранее планы по началу строительства объектов универсиада откладывались на 2016 год. 2015 год хотели полностью отдать подпроектирование объектов. Но глава региона Виктор Толоконский предложил поторопиться. Стройки предстоят грандиозные. Получив сейчас решение оргкомитета, мы начнем уже активно формировать технические задания, всю конкурсную документацию, для того, чтобы можно было уже в этом году провести конкурсные процедуры и отобрать организации для проектирования. Уже известно, что помимо спортивных сооружений, к универсиаде построят развязки на съезде с 4-го моста. А для развития мобильности медицинской помощи оборудуют новые вертолетные площадки для санавиации. Наталья Жарнова, Руслан Рыбаков, Алексей Марьясов. Красноярское время. И в продолжение темы универсиады. Миллионному городу хорошие транспортные развязки. Строительство первой, пока единственной в городе многоуровневой дороги на Брянской, приостановлено. Сегодня эту новость впервые прокомментировали красноярские мостостроители. Возведением развязки занималась скандально известная фирма «Трансмост», некогда принадлежавшая экс-губернатору Льву Кузнецову. Эксперты уверены, такая транспортная развязка на западных дорожных воротах Красноярска была нужна городу еще вчера. Какие могут быть последствия того, что стройка приостановлена, сегодня узнавал Сергей Сеславин. Ему слово. Кольцевая дорога на стыке трех улиц. Брянская, 2-я Брянская и Калинина. Поток движения здесь всегда очень плотный, поскольку это выезд из города. Именно здесь должна была появиться первая в Красноярске двухуровневая развязка, строительство которой сейчас остановлено. Об особенностях движения на этом кольце мы поговорим с Александром Козловым, инспектором полка ДПС города Красноярска. Александр, расскажите, в чем именно трудность контроля за потоком транспорта здесь? Как вы правильно уже заметили, данные улицы являются основными.